На прошлом видеоуроке мы давали название простым эфиром. На этом займемся более сложными. В частности, что произойдет, если в процессе получения эфира у нас будет кольцо, в отличие от длинной цепи? Допустим, нам дана вот такая молекула. Вот кислород. На этой стороне кислорода углеродная цепь. Она идет вот так. Но затем опять связывается с кислородом. Итак, у нас есть кольцо. Как же нам назвать эту молекулу? Нельзя просто посмотреть на эту сторону и назвать ее метил. А затем на эту сторону и также назвать ее метил. Это та же самая сторона. Она связывается сама с собой. Как вы назовете этот вид эфира? Вот что вы делаете. Вы просто нумеруете ее. Нумеруете самую длинную углеродную цепь так же, как мы всегда поступали с алканами. Начнем отсюда. Один, два, три, четыре. Рассмотрим саму углеродную цепь. Если имеется один углерод, то префикс мет. Если два — эт. Три — проб. Четыре — бут. Если бы это была простая углеродная цепь, то мы бы назвали ее бутан. Одного взгляда на нее было бы достаточно, чтобы понять, что это бутан. Но это не бутан. У нас есть кислород, связанный с углеродами один и четыре цепочки. Давайте я обозначу цветом ту часть, которая связана с кислородом. Он связан с первым и четвертым углеродом. Мы назовем это 1,4. И теперь новый термин, которому посвящен этот урок — 1,4 эпоксибутан. Кольцо не обязательно должно быть большим. Это может быть дополнительное кольцо на основной цепи. Сейчас покажу. Нарисую цепочку углеродов. Пусть будет 5 атомов углерода. 1,2,3,4,5. Вот так. Между этими углеродами вместо двойной связи будет связь через кислород. Примерно как-то так. Конечно, у каждого углерода есть четыре связи, которые мы не изобразили. Это связи с водородами. Какое название мы дадим этому соединению? Действуем точно так же. Начинаем нумерацию ближе к тому месту, с которым связан кислород. То есть, с этого конца. 1,2,3,4,5. Это пентан. Запишем. Кислород связан с углеродами 1 и 2. Значит, это 1,2 эпоксиопентан. 1,2 эпоксиопентан. В прошлом видео я говорил вам, что эфиры довольно инертные. Они хорошие растворители. Но наш пример — частный случай эфиров, называемых эпоксидами. Их отличает три атома, как здесь два углерода и кислород. Это частный случай эфира. Это соединение называется эпоксидом. И в отличие от эфиров, он очень реакционноспособный. Это очень нестабильное вещество. Оно очень реакционноспособное. Некоторые рассматривают данный класс соединений отдельно от эфиров. Причина, почему они являются очень реакционноспособными, состоит в этом трехчленном кольце. На этих связях присутствует большое напряжение. Этим связям не нравится быть так близко друг к другу. Если бы вы попытались собрать это с использованием стандартного набора для моделирования молекул, то у вас возникли бы затруднения при сгибании, чтобы создать такую связь. Это вещество очень и очень нестабильное. Есть и альтернативный способ наименования эпоксидов. Это вполне допустимый способ. Вы могли бы назвать его так же, как эфир с кольцом. Получается 1,2 эпоксипентан. Но альтернативный способ состоит в том, чтобы представить, что у вас вместо этого кислорода была двойная связь. Если бы так и было, то это вещество называлось бы, например, 1-пентен. Давайте запишем 1-пентен. То есть кислорода бы не было, а двойная связь была бы. 1-пентен выглядит вот так. 1,2,3,4,5. Это один углерод. 1,2,3,4,5. То есть 1-пентен выглядит вот так. Мы уже изучали это довольно давно. Иногда его называют пент-1-ен, в зависимости от нужного подхода. Это более распространенное название. Но тут у нас есть кислород вместо этой двойной связи. Вместо того, чтобы называть его 1-пентен, назовем его 1-пентеноксид. 1-пентеноксид. Вот так. Возможно, оба варианта названий для одной молекулы. Отсюда ясно, что перед нами эпоксид. Это своего рода особый эфир, который обладает большей реакционной способностью. Это общий способ наименования любого типа циклического эфира. Давайте рассмотрим еще один пример, чтобы окончательно разобраться. Возьмем цикл с ответвлением. Возьмем эпоксид от другого кольца, просто для лучшего понимания вопроса. Их не слишком трудно называть, но в первый раз это немного пугает. Скажем, у нас есть циклогексановое кольцо, вот такое. А на нем есть вот такое эпоксиответвление, вот такая молекула. Чтобы указать, что это эпоксид, мы сначала представляем, что это просто двойная связь. В таком случае, это был бы циклогексен, что мы и запишем. Это если бы этого кислорода не было, и вместо него была бы двойная связь. Не нужно указывать номер, когда у вас только одна двойная связь в циклогексене. Она могла бы быть где угодно, и это была бы та же самая молекула. Но у нас есть кислород вместо двойной связи, который связан с обоими этими углеродами, значит название циклогексеноксид, циклогексеноксид. Эта часть, вот здесь, дает нам возможность назвать вещество циклогексеноксидом. Или, если мы хотим назвать молекулу как обычный эфир, просто называем ее циклогексан и ставим эпокси впереди. циклогексан, циклогексан, и впереди эпокси, эпокси. Любое из названий правильно, и вновь нам не нужно его нумеровать. Вы могли бы назвать это 1,2-эпокси циклогексан, если бы обозначили углерод 1 или 2. Ну а кислород будет на смежных углеродах, он мог бы быть на любых из этих двух. Например, на третьем и четвертом. Это была бы та же самая молекула. Название ясно показывает, какова структура этой молекулы, надеюсь, было интересно. Я сказал вам, что эпоксиды реакционно способны. В следующем видео я на практике покажу вам реакцию с их участием. Субтитры сделал DimaTorzok